Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 января, страшный вечер, в этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, правящий Вифлеемом, для того, чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа. Он побоялся предсказаний волхвов и подумал, что этот младенец отберет у него царство земное, хотя они имели совершенно иное царство Христово, которое нет мира сего. Не зная точную дату рождения Христа, Ирод повелел своим воинам уничтожить всех детей от двух лет и младше. Совершенное злодеяние много веков тому назад оставило свой след в пространстве, который откладывает свой отпечаток на этот день. Народам недаром было замечено, что в этот день особенно опасна самая разнообразная нечистая сила. И что самое главное, в качестве объекта для нападения она выбирает маленьких детей, как самых незащищенных членов семьи. Для того, чтобы защититься от нее, во дворах разводили косты, чтобы вместе с полениями сгорели назолы, то есть грусть, тоска, печаль, переполохи и боли. В доме рекомендовалось зажечь свечу и обойти с ней помещение, особенно прожечь углы, в которых скапливается плохая энергия. Младенцам клали в колыбель сушеный цветок чертополоха, чтобы отпугнуть нечисть. В качестве оберега можно было использовать острые железные предметы, например серб. Их клали под люльку на ночь. Считалось, что нечистая сила боится острых предметов, о которых она может порезаться. Начинался период самых сильных морозов. Крестьяне отдыхали и ожидали оттепель. В темное время старались не выходить на улицу, а вечером гадали и рассказывали друг другу байки и страшные истории. Считалось, что гадания на свадьбу и свое будущее сегодня самые верные. Например, оставляли в сарае подвешенным гребень, а утром смотрели, какого цвета волосы на нем остались. Считали, что этот цвет волос жениха. Приметы. Если сегодня метет метель, июль будет пасмурным. Если тепло, то и весна тоже будет теплой. Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, это к сильным морозам. Если падает с неба снег крупными хлопьями, это котепель. Если окна запотели, вскоре потеплеет. Низкие облака предвещают очень суровые холода. Сегодняшнюю тему я решил посвятить процессу стройности или нормализации массы тела. В этой передаче я хочу рассказать не только о тех продуктах, с помощью которых можно обрести стройность, но и также о подводных камнях, которые подстерегают человека, желающего сбросить лишнюю массу тела и стать стройным. Но первое, очень важно это понимать, что ты хочешь. Если мы говорим о похудании, то само это слово плохое. От слова худо. И в итоге у нас ничего не получается хорошего со стройностью. Мы не стройнеем, а так просто-напросто мучаемся, дергаем себя, сидим на различных диетах. И в итоге ничего не получается. Более того, мы после них расстраиваемся и еще больше полнеем. Так вот, на передаче Малаха Плюс я встречался с десятками людей, желавшими стать стройнее. Часть из них потерпели неудачу, несмотря на многочисленные попытки, и разочаровались. Это примерно 8, а то 9 человек из 10. И только час из них, 1-2 человека из 10 успешно реализовали программу нормализации массы тела и наслаждаются новыми ощущениями от стройного тела и иными составляющими полноты жизни, связанной с новым стройным телом. Естественно, остается закономерный вопрос, с чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить, главное, сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Да, попытки есть успешные, человек сбрасывает 10, 20, 30, 40 килограмм и более веса за полгода, за год, за три года. А потом все это как-то незаметно возвращается. В чем же здесь ошибка? То есть встает закономерный вопрос, с чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Очень интересный вопрос. А секрет заключается в том, что упор делается не на основное процессе стройности, а на второстепенное. Именно это и приводит нас к ошибкам. Основное оказывается, это работа с сознанием, которое у полного человека ущербно. Или располнившего человека ущербно. Оно вышло из-под контроля. Опирается на неправильные жизненные ориентиры, неправильно настроено и прочее, прочее, прочее. Например, не получая нужных положительных впечатлений от общения, самореализации, интимных отношений. И ено, человек подменяет их наслаждениями от еды. А раз он получает их наслаждениями от еды, естественно, незаметна или заметна масса тела его возрастает. А вместе с ней и будущие болезни, такие как сахарный диабет, проблемы с суставами, желудочно-кишечные заболевания и прочее. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению. И поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Продолжение следует...